Лину... Клапалпаня. Клапалпаня. Поддавить. Четвертый пик для Cloud9. 50 секунд бонус тайма остается у 14.37 на выбор этого самого персонажа. И кого же он доберет сейчас? Кого? А что бы взял Егор в этом моменте? Бон Флетчера. Спасибо, Егор. Нет. Смотрите, Керри уже есть. Очевидно, это Дазл. Надо добрать суппорт. Скаймага. Дерево... Нет, Скаймага. Зачем? Команде второй. Керри. Артур, давай без рофлов. Вош, это у Шамана, кстати, был. У нас. С Керри и Скаймагом, у нас что-то у Шамана вроде... А, нет, это у врагов был, что-то у Шамана. Керри, что-то у Шамана. Нет, он был не Керри, он Хекса нашего Тинкера. Получалось? У него получалось. А у вас? А у нас не особо. А у нас в квартире ГАЗ. А у нас в квартире КОТ. Вот. Ну и что же сейчас предпримут? Хотя, в принципе, если они берут даблы, то верный гирокоптер тоже неплохо. Я думаю, можно вообще что угодно добирать и будет довольно интересно это смотреться. Я думаю, уже пора, все-таки леча в студию. Лечь идеально, кто заходит и... Ну да. Он сбивает шакл своей ультой. Жестко, но как есть. Ну, главное, что он шакл сбивает. Не герой, а зимба. Да. А еще NSF дает минус армор. Плюс дает. Плюс армор. И минус на плюс дает. Полная... Полная контра. Да. Эх, где же наш Ярослав? Где же... Капа это Даззл в кресте? Нет. Говорит. Да. Лич чудесный герой. Но... Мы не Ньюби Янг. Ньюби Янг не мы, поэтому... Мы Ньюби Верри Янг. Да. Мы Ньюби Олд. Ньюби Инфант. Вот. Может у них другой план. Может они хотят легкую линию усилить, как-то ромера какого-то. А дума на произвол судьбы туда отправить. Посмотрим. А дум съест себе огры и сделает своего лича. Да. Своего маленького лича. Да. Кстати, стакуются у нас арморы то есть. Да. Конечно. А вот Элина та самая, которую СФ будет гнобить. Я достался... Очень неплох будет какой-то партнер дума. Лич. Тот же лич, но... Но сейчас тоже можно его подбанить. Клаудна. У вас Даззл в счету шаман. Суппорты сомнительные. Если к вам придет дум лич, вам больно будет. Я не могу придумать такого керрия, с которыми Даззл в счету шаман. Хорошо бы стояли с дум личом. Артур, ты можешь? Как опытный знаток дума лича. Тяжело будет, Егор. Тяжело? Не придумал такого керрия? Он всегда готов выручить, Егор. Да. Выручусь. Вопрос в том, что он дальше будет делать. Я помню, по-моему, начеры были на квалификациях от американского дивизиона. Были не очень сильные. Это Клокверк. Подожди. Клокверка забанит. Забанит Клокверка, думаю, что Дум в лес пойдет. А Клокверк соло-харт. Ну, как-то... Не, ну, Клоквер так-то, вот если Дум в лесу, то да, действительно, Клоквер был бы неплох на Outflame. Но действительно ли так хотят сыграть на Биан? И здесь же Лич? Кулич. Ну и, возможно, именно он будет, когда есть такая возможность. Так можно, не знаю, можно даже Бэйна к того же взять. Чем он плох. Как сильный герой. Дум Бэйн? Да. Почему? Волка забанили вот такой вот вход конем. Не знаю, Леорик смотрится более-менее для C9. Там и не крайне кому собирать. Ну и, в принципе, Леона они уже тоже брать не будут. Поэтому жизнь вроде как более-менее. Проблема только в том, что друзья Леорика будут... Да нет, Леона там... А ты не смотрел, что ли, ролики от Ярика, суппорты, инвокер? Да и Дум, в конце концов, сатиры съедает. Ну да. Тернеры. И 100 маны как с куста. Да. Не, ну вообще, конечно, Леона все еще могут взять. Дума отправить соло в оффлейн. Будет пара саппортов в интервиверный Леон. Вполне себе неплохо смотрящиеся. Ну да. Не, в Рейске хорош, конечно. Но я не могу придумать кому-то адекватную чара. Например, Грозор. Через Арт. Грозор. Шакл все-таки сбивает, да, его. Черена Лича. Да. Так у них действительно стан только от Штускары, да, от Шамана. Присоска очень жесткая же у Грозора. И это Шейкер, это даже не Лич. Ребят. А как? Кто? Что ж вот так? Что? Стрички. Как вы там говорили? Пришел Шейкер из Порта ОСП? Да, ну... Нет, все равно они выиграют эти Нью Бьян, потому что они играют лучше. Но Лич был бы гораздо симпатичнее. Ну что же, смогут ли одолеть Нью Бьян Клауд Найн со счетом 2-0 или же нас ждет третья решающая карта, мы узнаем прямо сейчас и возвращаем слово комментатору. Еще раз доброго времени суток всем, дорогие друзья. Мы с Версутой возвращаемся и готовы для вас показать вторую карту этого противостояния. Ну, я, наверное, присоединюсь к нашим аналитикам и ведущим, что действительно Нью Бьян смотрится пока чуть сильней. По собранней, да, они знают, чего хотят, реализуют свою стратегию, но лично мое мнение здесь будет для... Ну, Клауда могут, могут нормально сыграть. Просто единственная, наверное, проблема Клаудов была в том, что по пику они очень плотно проиграли и в тимфайтах они были гораздо слабее. Сейчас у Клаудов... Ну, сейчас мы посмотрим, конечно, на начале на линии, как они их поставят. Ну, сейчас тебе скажу, что ситуация аналогичная. Они в тимфайте слабее и все равно могут очень сильно проигрывать. У Нью Бьян очень много дэмэджа, очень много всего-всего-всего. И для тимфайтов, причем, как на ранней стадии, такие в лейте они достаточно хороши. И вот если опять они на начальной стадии своего противника задавят, то потом просто вот этот эффект сноубола, он будет доведен до победы. Если же С9 как-то смогут начало игры взять, учитывая, что у них есть Shadow Shaman, с ним можно очень много товаров поломать, СФ-чик там упакуется. То есть есть и сценарий, по которому все у С9 может в принципе сложиться. Да, но для того, чтобы С9 могли, скажем, этот пазл собрать, для того, чтобы у них все получилось хорошо, им нужно в первую очередь действовать. Потому что у Нью Бьян все замечательно, если они просто экспицы просто получают деньги, они в шоколаде, у них появляется какой-нибудь даггер на шейкере, появляется какой-нибудь там, я не знаю, аганим, допустим, на думе или точно тот же даггер. Герокоптер пару слотов собрал, Лина пару слотов собрала. Все, все молодцы, больше ничего не надо, они уже готовы драться. И дерутся они очень хорошо. А вот Cloud9 тут все немного сложнее, потому что нужно на линиях пытаться кого-то гнобить, чтобы у противника сладкой жизни не было. И за счет их героев, конечно, они могут так делать. Могут, но тут стандартная ситуация. Даззл помогает СФу на начальной стадии, но Лина такой монстр, особенно с Нул-талисманом. Это просто какое-то чудовище. Имеет 60 урона. Анимация единственная проблема, наверное, этого персонажа. Но, блин, если ты играешь много каточек Линой, то анимация тебя никогда не остановит. Ну, да-да-да. Рейндж, конечно, ее очень сильно спасает в этом плане. Это второй рейндж, вроде бы, в игре после Текиса. Ну, типа снайпер с пассивкой, понятное дело. Но если говорить про родной, то это Текис и Лина. Это супер крутой рейндж. При том, что у СФ еще с уроном, как бы, по началу огромные проблемы. Но вот у него уже 7 крипов добито. Вот он восьмой. А вот это уже интересненько. Драгонслейв только есть, правда. Станчика еще нема. Ну, пассивку просто СФ качал на втором уровне. Если был бы стан, СФ мог бы там и гуфнуться, на самом деле. Ну, хотя там был Грейв к этому моменту, но все же могла быть очень опасная ситуация. Разборки в лесу. Ну, шаман сейчас тут держит. Хорошо. А там урод, это немало. Заходят с этой штуки. Да, ну, что ты бьешь? Ты иди подойти за хил. Ну, типа, боже. 14-37. В чем твоя проблема? Ну, там же хил все равно. Хил примерно тычка. То есть все равно. Ты будешь с руки так же бить больше. То есть ты подойдешь ближе изначально. Ты нанесешь больше ударов. Ну, в общем, да. Может быть просто он думал, что в принципе не успеет подойти. Ну, да. Странно, странно немного. В общем, ладно, неважно. Думбрингер это еще та скотиняка. Убить его на самом деле было сложновато. Может быть разве что Даззл где-то в начале затупилась. Или сразу побежал. Тогда убить, думаю, получилось бы. Но он, наверное, где-то там... Гулял малость. Да. В любом случае, с оффлейна, пока мы видим, Дума здесь выгнали. Крадет он Сахира. Тусика, Тусика на топе зажимают. Хаста у нашего мурчащего шейкера. И он наваливает, наваливает. Еще наваливает. Еще одна фиссура. И еще скулочка. И еще попится. Да ладно! МСС еще играет. И ДПА. Да что ж вы демоны делаете-то, а? Да. А они не хотят проигрывать. Не хотят умирать. Просто не хотят умирать. Какая все-таки воля к жизни-то у этого Тускара. Просто феноменальная игра. Ну и Даззл, конечно, тоже помог. Красиво. Но очень-очень близко. Красиво. В тот момент, когда можно сказать реально красиво. Красиво. Конечно красиво. Там Дум вернулся на линию. Сразу же подкормил Разора уроном. И Разор. Ну у Дума единичка атаки. Как-то. Ну если грамотно ласт хитить. Нет ничего невозможного, да? Да. Знаешь, вот это вот это. Атака есть? Есть. Ласт хитить можно. Не, ну у него там разброс до 75-ти. То есть, в принципе, 8 было. Ладно. Ну вот. С 8 уже можно работать. Он вообще с двадцаткой не работает. Изначально, да. Так что все норм. 8 это не так уж и мало. Ну тут уже, конечно, урона совсем не осталось. Так что. Тут уже 73, да. При 75-ти. То есть двушка. Это если хорошо кубик выпадет. Это еще пропрет, да. То есть. Мало того, что в принципе, так это еще и пропереть должно. Ну, понятное дело, что с таким уроном лучше не вылазить и... И просто он умирает. Дум. Что? Это было? Токсический фит. Просто сдох на линии. К нему, на самом деле, просто не долетели транквилы. Лина с танчиком не попадает совсем чуть-чуть в миде. Транквилы не долетели. Но вообще, даже если бы долетели, не факт, что он выжил бы. Просто потому, что ему надо было изначально получить эти транквилы, подригениться, а потом подставляться, если уж он хотел. А не так, что ты подставился, сдохнул. Не знаю. В общем, очень тупо. А тут Лина уходит за руной и инвиз. Инвиз. Но центряков много в миде. И ближе к руне центряк, и на самой линии центряк. Поэтому Лины... Так же, что этого СФ оберегают-то. Поляво здесь не будет. Ну и СФ, конечно, охраняют. СФ очень уязвим по отношению к этой линии. Да. Огненное бестие. Будет наваливать. Пятый с половиной левел. Не все так хорошо, как и было в одной из игр по года. Этой Линой. Это уже неплохо. СФ слегка отстает. Пошел фармить лес. Жестко пушить будут внизу, смотри. Там второй эзершок. Дум пытается сагрить на себя крипов. И у него получается это сделать. Как много демеджа буквально за пару секунд. Плюс 47 урона. Нормальненько. Но крипов много он на себя забрал. Поэтому вышка не получит там буквально пару сотен демеджа лишних. Это уже немаловажно. Но все равно очень сильно Тауэр страдает. Так, а где там скар у нас тусит? Там мы пытались на Лину напасть. Да, но вот еще один центряк ставится. Совсем хотят убить Лину. Нужно больше центре ворота. В дазлах сейчас просто залетит слейв и он умрет. А, понял. Вот так вот. Отлично. Не рассчитал на свои хитпоинты. Немножечко, да, не подрасчитал. Но там уже, какой? Третий левел слейв на 250. Плюс 260. Одна монета. Карман. Вполне приятно. Лина довольна. Шестой левел поднял. Уже седьмой облизится. Сейчас где-то вот ману достать и можно СФчик попытаться даже убить. А, там руна будет через 20 секунд. Я думаю, что Лина как раз эту руну и дожидается. Он побежал в лес. У него тоже почти шестой левел. В отличие от Тускара, у которого еле-еле четвертый тут наскребывается. Но это Дум. А горит на себя крипов. Не дал сделать двойной отвод. Поэтому все хорошо. Линия спушится сейчас в его сторону. Будет доволен. Ну, не сильно спушится. Потому что тут только один ржевый крип по итогу выжил. Потому что одного он съел. Опять же, да. Дум чуть-чуть бы мог потерпеть. Но позже есть. Но зато он свой мини-мидас быстрее активирует. Ну, смотри. Лина забирает руну. Лина регенится до фулл хп. Шадоу Шаман перетягивается в мид. Вообще, ты посмотри, сколько вардов стоит вокруг центра. То есть стоит, во-первых, вот этот вард между вышками. Только что его воткнул там Шадоу Шаман. Очень сильно хотят качественно сыграть в миде, в Cloud9. Но при этом у них это не получается. Вот это самое досадное, что Лина стоит хорошо. СФ стоит, ну, обычно. Ну, СФ как минимум хотя бы не умирает. Может быть, это уже такая маленькая победа. Потому что, по сути, Лина могла бы его-то и нахлобучивать. Но слишком много персонажей. Дазл — хорошо. Но Тускар, наверное, присутствует не потому, что ему хочется чем-то помочь, а потому, что ему тупо делать больше ничего. Посмотри вот сюда вот просто внимательно. Там стоит три Сентряка и три Обсервера. Они пытаются как-то загнобить Лину. Прикольно. Лина с топовым нетворсом неплохо сыграна. Стратегия, типа, знаешь, из разряда вот как с Разором в прошлой игре. Его гнобили-гнобили, чтобы он потом не гнобил тебя. Тут то же самое с Линой. Но Дазл — ой, ой, не-не-не. Этот хил, он так миленько выглядит! Ты такой бежишь-бежишь-бежишь такой. Как будто себя бежит. На соточку. И просто тебе под затыльник Лагуна залетает. О, бедный Дазл. Он уже второй раз, кстати, так делает. Второй раз погибает. Принимает на себя удар. Ну, можно в Гриве принять на себя удар? Вообще, да. Мог бы продлить немного свою жизнь. Если первый раз он не совсем ожидал, то второй раз там было ясно. Но он замахнулся вроде руками повесить Грейф, а не пошло. Ну, он да, он хил, в итоге повесил. И совсем не пошло. Ну, пока 2-1, 1-2. В принципе, графики только по XP уходят вперед. Для Ньюби Янг по золоту, пока туда-сюда графики вертятся. Но там же Doom, даже Гирокоптер. Они так хорошо фармят. И Герыч, если у нас так, каких-то условных Эншентов, то будет все просто замечательно. Тот же Doom фармит уже достаточно неплохо. У него левел хороший. Он просто пришел, нажал одну кнопку, вырубил какого-то Шадоу Шамана или Тускара. До кого угодно, ему вообще без разницы. Так, из УРК кулдаун под Гирокоптера с Рокет Бережев. Очень больно Браксу. Бракс рискует здесь погибнуть. Есть небольшая халпа. Плазмофилд на развороте. Будет наваливать за этим уроном, который наворвал. Но там Рокет Бережи. Под Рокет Бережем играть не хочется. Видно, подтянулась на помощь. На Лагуна Блэйд Маны не хватает. Боже, как нас видели. Как нас видели сейчас неубияно. Зачем ты вернулся, дядька? Ай-яй-яй, мог уйти? Гирокоптер пошел и отдался. Ну да, слишком поверил в себя. Непонятно, чем обоснована была его вера. Потому что артефактов нет, ничего нет. У него как бы фейзы. Вот, знаешь, команды настолько, так скажем, непредсказуемы. Вот прошлую игру вроде как казалось бы, что нюбиянка они гораздо сильнее, они гораздо стабильнее, они гораздо жестче. На самом деле все это брехня. Это все полный бред. Потому что обе команды такие, они вот такие никакие. Вот как в паблике, знаешь, как карта ляжет. Повезло, что-то там курьера убили, там в начале игры поперло. И они, грубо говоря, за сноуболили и выиграли. Повезло бы чуть-чуть клоудам, я думаю, и те бы выиграли. Вот, то есть реально... Ну сейчас проверим, как работает твоя теория. Непонятно на чем. Я вот уверен, что... Сейчас будет видно. Да, что и клоуда легко могут эту каточку затащить. Вообще изи. Там пока Бракс орехи ловит от... Винтерривер нас ультой. Погнали, погнали, погнали развора. Надо стики уже нажимать, иначе лагуна залетит. Но уже не помогут стики, явно лагуна залетела. Лина решила особо не цацкаться. Ну да. Раззорчик у нас... Ну и вышку заберут. Залетает. Вышку, безусловно, заберут, потому что Shadow Shaman только-только... Вот тут подставил... Ой, а какая хорошая офисурка-то по итогу получилась. Если бы сейчас сюда кто-то прилетел, было бы довольно интересненькое. Ну там тоже ребята заняты, там тоже несется тауэр, поэтому никто не хочет отвлекаться. В итоге у нас получится просто размен вышками. Поднимают себе арканбуции и шестой левел. Ну если бы, конечно, не умер разор, было бы замечательно, так? Так, средненько. Да, ну и что у нас там у Doom? Doom покупает тебе Midas. Естественно. Бум... Бумбрингер? Да, да, да. Доктор Doom. Понятно. Немногие поймут, да? Да, немногие поймут. И правда. Эм... Но у него, в принципе, да, тут Midasian скорее всего. Это резкий Майлшторм. Не, ну это, я думаю, был бы перебор, конечно. Неожиданный Майлшторм. Или Пауэртрит к Транквилам. Что? Ну тоже неплохо на статы. Так, в Смаке выход от Newby Young. Выходит туда Шейкер. Правда, Шейкера пока еще уровня 6 нет, но ничего страшного. Ее задача просто кинуть тебе профессорку издалека. Шестокое обращение с животными, как бы. Вот пингвина кидать, который потом еще разбивается. Не, пингвин очень забавный. Мне очень понравился. Его дают, кажется, за 150-й левел компендиума вот этого к Франкскому самому мажору. Ну, собственно, к турниру, который сейчас с вами и смотрим. Но 150-й левел компендиума это много. Очень много. То есть вы должны либо очень много играть. Либо быть очень богатым. Либо быть очень богатым. Именно так. Два варианта. Третьего не дано. Ну, либо можно просто работать в Valve, наверное, и там как-то на халяву себе. Эээ, можно, можно подмутить. Doom заходит, начинает гореть. Тут также голдаун, но МСС машет ручкой. Так, крипы, крипы уже просто не отпускают. Говорят, не дадим мы нашего маржа в обиду. Зажали нумбрингера. Так бы он хотя бы... Хотя бы реально, смотри, у него рейндж вот этого камня, очень огромный. Если бы он хотя бы чуть-чуть выкарабкался и смог закинуть, он бы сбил телепорт. Ну, смотри, продолжают пока размениваться товарами, ребята. И я не думаю, что разница какая-то большая. Да, разница совсем на нетворце переключится. До сих пор хипстан. Разница по голде, она совсем маленькая. То есть команды действуют практически абсолютно зеркально. И экономики это, естественно, очень хорошо заметно. До первого глупого мува либо от одних, либо от других. И там уже будем шагать. Не, ну пока замес у ньюби мне нравится чуть больше. Просто потому, что он, опять же, проще. То есть Лина кого-то нюканула. Все замечательно. Дум в кого-то кинул. Дум сам не умер. Замечательно. Тут слетает Смоук. И Тускара закидывает. Ой, она хорошо зажала-то. А как хорошо зажала? На Думбрингера? На Думбрингер совершенно далеко. Какая теснура качественная. И Дум в итоге на развороте уничтожает МСС. Хотя нет. Есть тут замечательный Баурус Пайч. Похудуете телепорты и почти уходят. Но нет. Там у булыжников по голове на крыло. Один в один пока размен. Есть Плазмофилд. Драпует отсюда ньюби. Мейгер стоят под ними. Воевать Ястин пень никто не хочет. А Лина такая, ооо. А Лина говорит халявная голда. Просто халявная голда. Мммм. Ахахахаха. Опа. Ахахахаха. Это жесть. А тут не хватает. Тут тоже да. Тут уже не так спида. Не дэмэджа. Ахахаха. Ахахаха. Но выглядит очень классно. Сколько 4 змейки в итоге задонайл. Ну, блин. Шутки шутками. А это там 120-140 голды. Конечно. Конечно. Надо контролить по максимуму. Да. Вообще. Винтер и Виверна, конечно, это лютейший суппорт. А еще когда есть шейкерочек, то прям... Не. Вообще, достаточно много синергии. То есть вот взаимодействия у героев команды ньюби. То есть это шейкер с фиссурой издалека. Потом Лина подстанет может. Это Виверна, которая может издалека зацепить. То есть контроль, который пробивает БКБ. Также присутствует. Лина пробивает БКБ со своим нюком. Если соберет себя огонь. По землю. Пошел, пошел. Вот, вот. Фиссура, щелк. Все. Готово. Комбинация, правда, хорошая. Но слишком далеко заходит Лина. В итоге ее тоже стирает моментально. Вот та самая ошибка, о которой я говорил. И вот. Давай, до свидания. Убили Даззла. И Даззл такой. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Убивает тебя побольше. Почти как снайпер. Почти как снайпер, действительно. Вообще Лина не подрасчитала свой коэффициент прочности. Потому что видимо рассчитывала... Вообще не просчитала. Не, рассчитывала я имею ввиду нажать Юл после того, как все это в нее влетит. Потому что время там было действительно нажать Юл до сноубола. Но в итоге заслупочил немного игрок. Я, блин, не показал файт-рекапа, там очень жестко на самом деле это должно было отразиться, потому что Лина имеет неплохой стрик, 4 фрага было. Ну да, за Лину там 500 голды. 500 голды дали за Лину. Ну вот, то есть это очень-очень приятненько. Очень приятненько. Ну вот, небольшая победа для Cloud9, такая маленькая-маленькая. Саша Яша почти у Розора. И вот эта Лина, она, имея Юлы одни, и дальше, если она ничего не купит, это обычный суппорт, по сути. Который с таким же успехом может иметь точно такие же айтемы, даже почти на такой же минуте, если хорошо идет игра. Не, ну сейчас у Лины ситуация неплохая. Почему? Потому что много тонких героев. Она еще может просто летать и щелкать. Да, но если, я говорю, если вот именно продолжится, то это будет ваншотный персонаж. Вот сейчас не видят пока никого. Не знаю, где у Розора увидели. И Лина, сейчас закончится смоук, и ее увидят. Да, ее видят, видят вообще всех. Ставится Сентряк, видят и ОПС, и Сентри, все ломают. Понимает, не бьем, что их тут тоже все прекрасно видят. Время было потрачено в никуда. Шадо Шаман, откуда ты взял даггер? Дядя. Арканы, даггер? ПВГ. ПВГ жесткий. Так, дум. Сейчас будет байт. Сейчас будет очень-очень такой жесткий байт. Понимают это все ребятки из Нюбиянка. С СФ фармит, аншентов, все в порядке, ребята. Там Лина умирает. Тоже непонятно, что она тут делала. Вот, я ж не говорю, это настолько неадекватные, непредсказуемые ребята, что здесь как бы возможно все. Здесь возможно все. СФ фармит, значит, аншентов. А ему пофиг, что там у него под тауэром, но какое-то нападение идет. Под думом бегает, разор боится всего. Он аншентов бьет. На топе идет сплитпуш от Шадоу Шамана, который непонятно откуда взял себе даггер и арканы. Что вообще происходит в этой игре? Вот смотри, он тут напрыгивает, хорошо. Блабмана, он бы сейчас вообще всех поубивал, и тут так сейчас могут всех поубивать. Закидывается кулдаун. Да, такой защитный лимончик заходит очень хорошо. Стревает у нас товарищ Ле. Просто боевой пингвин уничтожает герокоптера. Я сразу вспоминаю эти флеш-игры, там, где надо было кидаться пингвина. Да, да, да. Играл, играл было дело. Мне кажется, все играли, и вот сейчас прям видишь, как этот вертолет сбит пингвином. Вертолет сбит пингвином. Звучит, конечно, очень опасно. Это для Майклабе, я думаю, замечательная идея для сценария. То есть взрывающийся вертолет должен быть в каждом. Уважающем себя в фильме. Ну вот, отчего он взорвался, это уже другое дело. Новый выпуск вот этих вот мультиков с пингвинами. Так, что у нас здесь? Здесь у нас Shadow Fiend с Яшей, к которому сейчас что-то прилетит. Да, к которому сейчас прилетит уже манта-стайл. Неплохо. Да, вполне-вполне неплохо. Ну, рецепта пока не хватает, но Ultimate Torp уже есть. Вообще, отлично сочетается против ульты Виверны. Нажимаешь манту, Виверна ультует. Тебя иллюзии бьют, а потом еще Шейкер врывается. Ну да, синергия неплохая с героями противника. Кстати, ну, понятное дело, что это все очень смешно. Кстати, опять убьют сейчас Виверну. Или не убьют. Не, стесняется МСС. Ну, как-то да. За спиной, в принципе, Даззл. Я тоже стеснялся на его месте. Даззл, конечно, спасал его. Ой, ты посмотри. Просто последним пикселем. Он еще звук такой издает, этот пингвинчик. Пингвин? Ну да, да, да. Но он такой яростный. Видно, что ли. Тигриный пингвин. Как у нас был Кобра-тигр, то это пингвина-тигр. Да. Пингвинище. Блингдаггер у Дума. Кстати, показывает, что Вин Рейджерд Душумана с блинком 37%, а без блинка 50%. Ну, мне кажется, что просто без блинка... Ну, где твоя реакция ж, дяденька? Ну, где твоя реакция? Сфгшенька, ну все, надо его... Ну, его заденает, так что все будет норм. Да, да, да. МСС. На! Умри! Я, говорит, не хотел, но... А Дум тут умирает. А тут лол. А ему Саша Яша ноги поломаны, бегать не получается. А что там, подожди. А, у него штронквилы, они что же ломаются? Ну, то есть вообще его поломали, получается? Его целиком поломали вообще. Бедняга, конечно, бедняга. Так, ну вот он Монта Стайл и Блинк Даггер у Туська теперь. Не, ну вообще, инициирующая, предсоставляющая у Клоудов достаточно жесткая. То есть Туцкар вваливается, Шедоу Шаман вваливает, сюда просто заходит на ноге Разор. Значит, мне эта игра напоминает игру в камень-ножницы-бумага. Знаешь, только... Это такая же, то же самое, только Бо-3. Три раза. Камень, дожди, кому повезло, кто-то выиграл. Вот реально, вот все же хорошо было у Лины, 19-ая минута, ничего не меняется. Да, появляется пока только-только Point Booster, хотя, вообще, во-первых, у нее 11 уровень, уже достаточно давно. Там ребята уже 14-ые получают Разор и СФ уже имеют по 14-ому левелу, а 3-11-ых у коров Нюбьян. А сколько можно было бы ускорить эту встречу? Два капитана просто встречаются и... Самую игру. Как в древние времена, да? По самому сильному бойцу от команды выставили, там, от армии. Они подрались, кто победил, все нормально, значит. Ну, да, было время, было время. Я помню, как-то с одним там зарубался. Так, ой-ой-ой, ай-ай-ай. Замечательный Винтерскерс. Отлично сыграно. Не, ну, а если бы проперло, по сути, что ему стоило это всего-навсего? Не, ну, понятно, что для Виверны это, ну, вообще фигня. Ну, просто Винтерскерс, во-первых, в кулдауне теперь, а во-вторых, идет пуш. И это, вот это минус. Честно, мне кажется, что не особо повлияет наличие или отсутствие Виверны на то, что происходит вот прямо сейчас, потому что Клоднайн уже чувствует свою силу. Да, силу они действительно имеют. Силу уже в районе 7500. Да, причем у них персонажи, как бы, очень опасные. Все очень сильные. У них такой ультра-жадный пик, в котором все персонажи очень сильные. Шаман это сильнейший, наверное, дядька, если он умудряется поднять себе нормальный левел и купить даггер, тем более с арканами. У него сочетает небольшая проблема с монопулом, потому что спелы дорога стоят, и проблема с тем, что он не может добраться до своего противника. Дум, где-то на кого-то. Он на МСС напал и отпал. Погодите, сударь. Вы это... О, мой бог, что я только что видел. О, не. Он выживает. Шаман, я тебе... Ой, да ладно. Тычечку-то сделать, дружище. Забыл. Ну, бывает, понимаешь? Иногда ты забываешь о том, что если противника не бить, то он может догернуться. Ну, это уровень, уровень, уровень мейджера. И арканчики, и арканчики, боже, просто... Ну, не заролил, с кубика не выпало, понимаешь? Что-то, типа, ударить дума. Ладно, оставлю в живых. Ой, иногда бывает совсем, из вида выпускаешь такие моменты. Ну, вот вышка тоже падает сейчас в центре. Шелухинд ее добивает. Вообще, денег пока не убиянку вообще ниоткуда не получают. Хотя у Лины каким-то непостижимым образом уже 2000 после поинт-бустера. Только недавно СЦ просто побирался по миру, ничего не имел. И сейчас уже будет Аганим. А с Аганимом всякое возможно. Кстати, вам говорят, что Рицу очень жесткий убиватель крипов, да. 402 крипа за игру в среднем. Ну, надеюсь, что в этой игре будет поменьше. Очень на это надеюсь. 402 крипа, если у него сейчас на 23-й минуте 180 крипов. Ну, то есть ты понимаешь, что еще минут 30 играть нужно? Да, где-то примерно так. Не, я не удивлюсь, если Cloud9 буду делать именно так, потому что Ньюби Янку ничто не помешало. В прошлой игре поступить так же. То есть ждать этих Рошанов. Драться только от одного к другому. На хайграунд заходили только в экстренном случае. Так что всякое возможно. Всякое и правда возможно. 7500 золота. По XP примерно та же ситуация. Для 22-й минуты это не сверхрезультат, но это вполне неплохо, учитывая, что у Ньюби Янк агрессия достаточно сильная. И Лина персонаж, который должен доминировать в начале игры. Но, кстати, Ньюби Янк опять избрали стратегию пассивного фарма. И вот Лина сейчас сделает себе ганим. И вроде как уже будет пробивать вполне неплохо. Того же СФ-чика на пол хп пробивает. Там, какого-нибудь Разора. Ну, Разор уже поплотнее становится. Он берет себе еще и Кирасу. Кираса как раз вот здоровья не добавляет. То есть для Лины это хороший артефакт. И все равно Разору придется бояться Лину. На первых парах. СРГ в засаде с поинт-бустером. Ну, сейчас ему засадит Виверна. Может, вернее, засадить. СВГ. Видит-видит Виверну. Ну, неужели забайтится на нее? Шадов-шаман пока не прыгает. Верна с подфармой. Если забайтится, это будет, конечно, эпик фейл. Да, улетает. Улетает. Тут Бракс. Блин, посмотрел на него. В лес. Говорит, блин, вот чую-чую. Разором воняет из лесу. И делает паут на базу. Все отсюда улетят. Да, Разор тоже улетает. Да, Разор тоже улетает. Разор чуть-чуть хватает до Кирасы. Принес бы себе хотя бы что-то, дяденька. У тебя плэтмейл есть и гипер. Что-то из этого можно принести. Да, можно. Кому нужно. И так сойдет. Да, ну вот сейчас он дофармит, дофармит. Давай, давай. Надо, надо третью карту. Надо третью карту. Думя картами. Две карты мало. Две карты для слабаков. Надо три. Ну, надо, чтобы это было недолгое. Третью минуту так на 90. Чтоб запомнили навсегда этих. Супер дотеров. Ну, это какой-то задержной камень-ножницы-бумага получится. Матч. В слоумоушене 20 тысяч кадров в секунду, да? Да, да, да. Будет видно, как выделяется пот. Да, 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 да. Ну, понимаешь, это же последнее тут. Ну, без этого вообще никак нельзя в последней игре, конечно же. Кирасочка, хорошо. А он ее тоже не приносит. А, у него там курьер немного занят. Ну, да, что? Кираса делает такое. Курьеры юзать. Не, ну там скади к шедуфинду сейчас прилетит. Уже прям скади. Ну, гонка вооружений. Гонка вооружений. Мне очень нравятся эти гонки вооружений. Да. Потому что там тоже непонятно вообще, кто победит. Это вообще замечательно смотреть, как они вооружаются. И на эту гонку смотреть очень интересно. Поэтому всегда предлагал давать, чтобы был мод, когда ты просто там гридисгуд 15 тысяч. Нет, просто дал всем кучу голды, говорит, все, задолбали. Делайте, что хотите. Сколько хочешь золота? Идите, деритесь. Как бы все на ваше усмотрение. Переговоры такие ведешь, сколько выбишь золота тебе дают и потом идешь воевать. Ну да. Нормально. Тогда в команду бы какой-нибудь там дипломат или что там. Брюса надо в команду тогда. Брюс уговорит противника сдаться в 90% случаев. Оставшихся 10 просто команда объявит расформирование и окончание киберспортивной карьеры. Слушай, мне кажется, какая-то новая стратегия. Ты сидишь вот здесь, включаешь режим дерева и просто сливаешься Слушай, ну я не знаю, что он там. Может быть в доте есть какие-то прерогативы, я не знаю, какие-то бонусы, когда ты сливаешься в дерево. Смотри, 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 Лина заходит, делает блинкаут. Да ладно? В чем? Ах, чуть-чуть не хватило. В чем суть подобного развода? Ну ты сплитишь. Ты просто сплитишь. То есть ты сидишь, убиваешь пачку крипов, ты просто появляешься на линии, даешь эзершок и плячешься обратно. Я расстрою тебя немного, но он не сплитит. Линия пушится в его сторону. Не, ну там сейчас Лина подошла, он испугался, он спрятался. А зачастую именно в этом типа задумка основная. Я не видел, короче, его сплита. Сори, но я не видел его сплита. То, что ты не видел, не значит, что он отсутствует. Такая линия в его сторону. Линия должна была, если он здесь хоть что-то бы сделал, линия по дефолту шла бы вперед. А она не идет вперед. Так там же Лина пришла в конце. Ну да. Там Лина пришла, типа заспамила. Она крипов-то трогала? Не, ну она же заспамила с пылами, так что нормально. Ну она его пыталась найти. Ну ладно. Ну да, его там тоже потом в итоге пыталась как-то на халяве. Тут Дум спрятался. Теперь Дум плитит тоже, видимо. Заныкался. Что-то семейное там. Ну, я смотрю, тут ребята очень увлекательные. Чуть блест и улетит с телепорда. Реально. Бушке в джунглях. Это что-то, что-то, что-то очень... Вообще еще Виверна, смотри, вард поставила на холмик. Для того, чтобы вот этот лес мониторить. Да, ну типа задолбали вот эти вот, а всякие приходят. Вот это вот, там костры разводят. Намусорят, а потом с телепорта убегают. Слушай, что они к этому лесу все привязались? Врагс там хоть что-то плазмофилдом проверяет. Нет, ну а вдруг засада. Ну да, и правда сплитпуш, по сути, получается. Сплитфарм, я бы даже сказал, потому что пушим это слабо можно назвать. Ну да, да, да. Не доходит, а пофармить. Ну прям как вот, знаешь, старые добрые времена. Давайте друг друга не бить первые 40 минут, там потеремся. Это как в Warcraft, когда новички играют. Знаешь, что там, ну 15 минут не нападаем, 15 минут на развитие. А потом как крыс с химерами, там. Ну да, 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 такое тоже бывало. Зачастую. Так вот откуда ноги растут, альянс доты. Да, все намного сложнее. Как бы легко им игрался, были бы химеры. Не, ну Джеккироста есть. Это же химера по факту. Да, да, он один. Надо больше. Ну там, пачку надо, да и грейд изучить желательно. А тут ничего этого нет. Не, ну грейд есть у Драгонайта. То есть ты берешь, смотри, Джеккироса. Драгонайта. Драгонайта. И вроде как у тебя целых две химеры почти. Ну вообще да. Ну уже плюс-минус похожие. Есть такое. Так, ну а тем временем у нас очередной сплит пуш от Shadow Shaman. Путем. Путем тупо аута? Да, путем того, что он сидит тупо в лесу, тпшится. Не, ну это круто. Знаешь, это вот как ачивка, типа добежание. Это как в шашках или там в шахматах. Пешка добралась до противоположной стороны доски. Дамках. Дамках, все нормально. Сразу ЧСВ. Все дела. Так, ну что там? Рошан, Рошан еще. Ну почти скоро. Почти скоро. Почти появится. Ключное выражение. Почти скоро. Почти скоро. Не, ну есть же в английском языке там very что-то там. Very first, например. А верды есть. Не, ну есть, есть, есть. Типа очень первый. Тынь, тынь, тынь. Прикольно, наверное, Сэф играется. Ну смотри, тут Рошан тается через 12 секунд. Троллей, 29-ая минута, кентавр, 29-ая минута. Все отлично. Да нормально все у пацана. Че ты к нему прицепился? Тынь, тынь. Оп, оп. Ну вообще, если че, 16 фрагов за 30 минут, это не х** его ненормально. Не так уж и мало, че. Опа! Шейкер говорит, черт, это такая слэм, все равно драк нет уже 30 минут. Пойду, развалю. Да, убить рядового Даззла. Ну 11 из него получил, второй хаслэм есть. Слушай, ну это зеленый свет. О, боже мой, посмотри на этого бройлера. Смотри, курочка. Просто нормально такой. На гриль бы. Да, нормально можно было повертеть. Так, хорошо, а Егис никому не останется? А, он уже забрал. Фига он, опасный дядя. Так вот легко проклацал, забрал Егис. Так вот, и теперь Нью-Би-Янг должны заподозрить что-то неладное. Например, то, что 3200 у гирокоптера может не хватить. Для того, чтобы справиться с ССФом, у которого нетворкс на 7000 больше, чем у него. 7000 это просто, ну, в скаде. Ну просто проблема гирокоптера в том, что у него тупо нет демеджа. Ну да. У него вообще ничего нет. Он затаривался на фарм все это время. То есть это Саша Яша, Барабаны. Это такой активно фармящий, боевой такой более-менее гирокоптер. Да, скорее боевой, не особо-то уж и фармящий. Не, ну Саша Яша нормально фармить. Проблема в том, что, да, на замес вообще ничего нет. Именно серьезного, там, топ-тир артефактов. А СФ уже и Монтастайл есть, и Скади есть. Но Doombringer в перспективе, если он покупает себе аганим, да, а мы знаем, как Doombringer быстро может нафармить себе это все, аганим и рефрешер, то, по идее, вот эти вот два товарища из Cloud9, которые там фармят себе 100-500 шмоток, могут потерять. Но сразу понимает СФ все это дело. У него есть Сатаник, у него есть Манта, я думаю, сейчас еще какой-нибудь Скади себе купит, еще что-то на жир и так далее. И под Doom, в принципе, он умирать быстро не будет. Это во-первых. А во-вторых, всегда есть возможность забрать Рошана. То есть это позволяет, кстати, там Шамана где-то пекнули. Там, да, там Низулина его пекнула. Так вот, и всегда есть Aegis, который также контрит Doom. По сути, прямая контра. И вот, наконец-таки, у Гирокоптера появляется Дэмон Нейча с СФ ворзой. Один. Один в поле воин. Не, ну, Манки Хинобара будет нормально тут решать. Да, тут тоже говорят, что очень любит пофармить Шадоу Финт. Еще примерно 7 тысяч голды ему надо. Решать человека такого удовольствия. Ну да, ладно, хочет и хочет. Не каждый день ты тут играешь. На мажоре, вот это 27 тысяч нетворса на фарме, действительно. На мажоре должен быть мажорный СФ. Иначе, иначе это... Что-то нехорошее. Так, смотри, смотри. Бежит по дороге, корябает землю. Тут Гирокоптер приплыл. Дынь, тыдынь, змейки. Змейки, кстати, неплохо, они вроде даже до Тауэра не могут доставать. Верлус Панч. Есть Колдом Брейс, демаж высасывает. Очень неприятно, товарищи Яя. Лагуна Блейд. Все это дело в Тускар. Тускар еще умудряется выжить. Думбрингер подбегает в толпу. Думбрингер не понимает, что происходит. Хочет уйти. Отпустите, отпустите, и они туда зашли. Боже мой, что происходит вообще? Объясните мне кто-нибудь. У них ножницы, а у тех бумага. Что непонятного? Очевидно же. Все очевидно. Не, ну можно попробовать зареролить как-то, например? Сори, я случайно. Ну да, да, у меня пальцы кривые. Не прокатывает. Ракета летит. Ракета, ракета! Это сбито. Но линия падает. И это так и есть. А СФу еще целых 2 минуты, можно куролесить. Так он сейчас может на нижнюю линию пойти. Да, да. За 2 минуты можно сломать. Так, хорошо. Унитаз сломали. Ну что, можно на другой линию, я думаю. Там вот на топе кривчики идут. Можно прям с кривцами попробовать заломиться. Хотя, кривцы особо против гирокоптера, виверны, шейкера и элины долго не живут. Просто лишние деньги. От спам лютый. Вот, кстати, от спам реально лютый. Но все началось-то с ганга. Потому что гирокоптер стрял. А потом завершилось думом. Да, гирокоптер стрял. Думбрингер решил вместе с ним погибнуть просто так. А по факту, даже после смерти гирокоптера можно было бы тупо отспамливаться скиллами. И пытаться как-то вот за счет этого хотя бы потянуть время. Но думу отдаваться точно не стоило. Я уже думал, сейчас гирокоптер подстан лин и встрянет. Потом вспомнил, что они за одну команду катают. Плавить уже начинает. Ну да, да, да. Слишком много героев в этой игре. Так, рейсу зашел. У тебя по-прежнему экидарь. Огарним у Прозорчика. Толетел роман. Нужно подрубать ульту. Кулдаун пошел. В итоге ульта нули. Но там у Асяф еще Сатаник, во-первых, есть. А во-вторых, Аегис пока еще не выпал. Он Сатаник еще даже не нажимал. То есть он еще основной... Ну он сейчас нажимает Сатаник. Правда, никуда он просрал этот Сатаник. Потому что там был Холдом Брейс. Бивает Винтер Виберну. Разор плевал на то, что висит Дум. Ну там Аганим нормально разбирается с кастовой рулькой. Правда, Разор убежал уже. Вот еще одна волна. Это Егис. Кстати, ему уже быть поосторожней. Ты, кстати, Эхо Слэйм видел в этой игре? Я, например, нет. И, походу, не увижу. Да, судя по всему, мы не увидим, потому что... А, нет, у него есть байбэк. У него есть байбэк. Все, Эхо Слэйм сделал байбэк. Замечательно. Ждем. 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 Эхо Слэйм. Сатаник уже откатил. У Сэфа прожимается манта, ломается... Смотри, бежит, 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 бежит. Да, он говорит, я сейчас Бэхо Слэмить буду, пацаны, разойдись! А, Эхо Слэйм восстанавливал очень много хаталов, смотрите, Сэфу. Сатаник у него по-прежнему есть. Две тычки минус гирокоптер, еще пара тычек, и мурчащий шейкер погибает. И это гуд гейм. Ни одного Эхо Слэма за игру, чувак. Кроме вот этого там, в Дазла в одного. Что за бред? Что за бред? Ну, походу, реально ножницы сильнее бумаги. Вот сюда. И это... Вот вся аналитика. Вот таких команд по-другому анализировать сложно. Ну, вообще, мне кажется, что наша... Аналитики чуть более подробно разберут, кто же что все-таки выбросил. Может быть, там были не ножницы бумаги, может быть, камень не ножницы все-таки. А, может быть, были наоборот, но кому-то было тупо плевать. Я вообще, короче, не знаю, что там было. Но игра выглядела очень странно. Действительно, очень странно. Действительно, очень странно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...